Дозорцев на ночь Маш, расскажи, пожалуйста, что за проект My World, что ты там делала, кто там еще участвовал, если ты знаешь, что мы увидим в эфире телеканала ТВ+. Я не знаю, что мы увидим в эфире телеканала ТВ+. Замечательно. На самом деле мы тоже не понимаем. Короткий ответ на длинный вопрос. Ну, во-первых, это проект, который посвящен стихам, поэзии, и разные деятели культуры, насколько я знаю, читают стихи, которые им больше всего нравятся, по душе и прочее. И я читала там Марину Цветаеву. Ты можешь нам, вот пока еще в эфире не прозвучало, пусть прозвучит впервые в нашем эфире. Ты помнишь? Так нельзя делать. Почему? Ну, как это называется? Спойлеры. Я разрешаю. Ну, под мою ответственность, что ли. Ну, хорошо. Эксклюзивно в эфире «Дозорцев на ночь» до выхода в большой эфир ТВ+. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстывая вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Вот такое прекрасное, оптимистичное начало стихотворения. Маш, ты же не из Эстонии? Нет. Ты совсем недавно переехала в Таллинн, потому что ты актриса. Ну, не совсем недавно. Ну, уже целых три года. А то без конца все говорят, вот Маша только что приехала. Ты играешь в русском театре? Или не играешь? У меня есть разная информация. Кто-то говорит, что уже не играешь, а кто-то говорит, что играешь. Вот, расскажи нам. Вот если вопрос ставить именно так, ты играешь в русском театре? Да, я играю в русском театре. У меня там есть целых три спектакля. Но я просто больше не в трупе русского театра. И поэтому возникают такие разноречия и разногласия. Кого ты играешь? Что ты играешь? И во что? Во что ты играешь? Играешь с русским театром. У меня есть спектакль «Женщина-змея». Есть спектакль «Женщина-змея». Да, «Женщина-змея». А кого ты играешь в «Женщине-змее»? Я играю в «Женщину-змею». Это спектакль по сказке Гоцци комедии Дель Арте. Вот. Ну, что еще? Еще в русском... Знаешь, я просто однажды видел, как Кэмбербэтч изображает дракона. Я бы мог тебя попросить сказать что-то на «Женщина-змеи» на «Женщина-змея». Да? Да. Я бы сказала... А, нет, не надо меня просить. Я не могу сказать на «Женщина-змея». Приходите посмотреть в русский театр спектакль «Женщина-змея». Маша там «Женщина-змея». Кого еще играешь? Давайте пригласим лучше на другой спектакль. На какой? Нас возобновляет спектакль «Венера в мехах». Так. Который... Не буду... Кого же ты играешь в «Венере в мехах»? Ну, так, я сейчас постараюсь сказать, но да, я играю в «Венеру в мехах». Да. «Венера в мехах», «Женщина-змея», а еще? «Вишневый сад». Не «Раневская». До этого были главные роли, теперь? Теперь Варя. Не главная. Я понимаю. Да. На всякий случай для переверсений. Ты переехал в Эстонию, и до этого жила в Москве. И, честно говоря, ну, я просто знаю, о чем говорю. Да. Как тебе это ощущение? Вот этот сам переезд, смена не только локации, а смена, я не знаю, жизненной парадигмы, если можно выразиться так в нашем эфире. И разница театра в Эстонии и в России? Да, хороший вопрос. Ну, вот так откровенно говоря, чаще всего, когда задают такой вопрос люди, которые как раз не понимают, о чем говорят, которые, ну, отсюда или жили здесь, или туда поехали поучиться и вернулись назад. У нас нет таких в программе. То, ну, то обычно этот вопрос задается, мол, что ты здесь делаешь? Как бы, что? Что ты здесь забыла? Почему ты не там? Там же все. Но это неправда. И, на мой взгляд, здесь очень неплохо. И, конечно, здесь довольно узкая ниша, русскоязычная. Ну, с актерской точки зрения, конечно, хочется и периодически работать в Москве и прочее. Но то, что я там сейчас не живу, ну, вот просто бы того, что я там не живу, я очень рада этому обстоятельству. И когда я поехала, походила по театрам на всякий случай, потому что мне показалось, что, боже мой, может быть, я упускаю великое искусство, пока я здесь. Ну, нет, это не так. В Москве полным-полно, ну, театров, которые и никогда не смогут сравниться, по-моему, с русским театром. Конечно, есть какие-то, ну, невероятные и очень крутые театры. Ну, в общем, я довольна с вами переездом, так скажем. Друзья, если вы еще не ходили в русский театр, а мне кажется, среди наших зрителей почти нету таких людей, но на всякий случай сходите, во-первых, увидите Машу, как она замечательно играет. Я обещаю... И мои коллег. И, конечно же, коллег из русского театра. Мы всех любим, передаем страстный привет. Будет ли что-то новое в театре, кроме тех постановок, которые мы назвали, что-то совсем новое? Может быть, какой-то анонс, о чем не знают наши зрители? Ну, смотрите, наверное, в русском театре ничего супернового больше не будет. Наверное, будет один фильм, анонс которому я не уверена даже, что сейчас имею право давать. Это будет кино, которое будет снято для телеканала ЕРР. То есть, наверное, просто ЭТВ, да? Наверное, да. Просто ЭТВ. ЕРР — это просто вещательная корпорация. Да, значит, для ЭТВ. Не для ЭТВ плюс, а для ЭТВ. Ну, такой эстонско-российский фильм будет сделан, но это будет... То есть сейчас только начинается съемочный процесс, все это дело будет готово, наверное, где-то... Это художный фильм или документальный? Документальный. Документальный. Расскажи, пожалуйста. Я думаю, что секрет... Ну, небольшой секрет можно рассказать. Мы все-таки тут на ЭТВ все родственники, просто мы с плюсом, они без... Они без плюса. Ну, на самом деле, рассказывать мало что могу, потому что мы еще не начали даже работать, но, по-моему, это очень интересные ребята. Стэн Хальяк — режиссер. Мы делаем какую-то такую вещь, такую смесь документального-художественного, и, по-моему, это, в общем, будет то, что еще не видели, в общем, зрители. Это будет... О чем фильм? О путешествии в подсознание. О путешествии в подсознание? Документальный фильм на эстонском телевидении? Да, да, господа. Это будет так, поэтому я и говорю, что это вы еще не видели, а не потому что, мол, это будет так круто, что вы еще не видели. Ну, просто это будет странно. Я думаю, так. Маш, большое тебе спасибо, что ты пришла к нам сегодня. Спасибо тебе за участие в специальном проекте, который вы увидите в эфире телеканала ЭТВ Плюс уже в апреле. Ну и удачного путешествия в эстонское документальное подсознание. Спасибо большое. Мария Павлова была в шоу «Дозорцев наш».